Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия Огородная кулинария. Огурцы начали нарастать так быстро, что мы не успеваем их съедать. И раз уж сегодня у меня начали просить рецепты солёных огурцов, я решила сегодня снять первый видеоролик о том, как я делаю малосольные огурцы. Этот рецепт я использую много-много лет, он записан у меня в моей кулинарной книге. И мне он нравится тем, что это очень ускоренный способ получить малосольные огурцы. Вот сегодня, сейчас я их посолю, посолила уже можно сказать, завтра утром мы уже будем их кушать. Солю в литровую банку, сейчас объясню зачем. Когда мы делаем малосольные огурцы в трёхлитровой банке, за раз скушать всю банку невозможно. Но постояв день или два, они как бы теряют свойства своих малосольных свежих огурцов. Они получаются почти, ну как солёные. А я люблю именно малосольные, чтобы они были ещё свежие, ещё хрустящие, но уже немного солёные. Вот этот метод засолки, ускоренный, позволяет получить малосольные огурцы буквально через несколько часов. Я вот достала свою старую-старую тетрадку, которую записываю рецепты на протяжении нескольких десятилетий. Вот то, что сюда записано, я что попало сюда не записываю, я записываю только проверенные рецепты, которые очень хорошие и очень нравятся. Сейчас я вам прочитаю рецепт малосольных огурцов. Вы попробуйте, если вам понравится, может быть тоже будете так солить. Ну тут написано на 20 штук свежих огурцов 75-100 граммов соли, 20 грамм хрена или 2 листа, 1,5 литра воды, 20 грамм укропа, 2-3 зубчика чеснока. Свежие огурцы нужно тщательно промыть, срезать кончики, положить в стеклянную банку и залить доверху солёным горячим раствором. Из расчёта 1 столовая ложка соли на 1 литр воды. Сейчас я расскажу вам проще своими словами. Это выписано, ну, с какой-то, с книги или с чего-то у меня. Конечно, не обязательно 20 штук брать. Берёте любое количество огурцов, которые у вас есть. Можно положить в литровую банку, можно в трёхлитровую. Главное правильно развести раствор. На литр воды 1 столовая ложка соли. Всё, больше ничего не надо. Вот сюда уходит пол-литра и пол-столовой ложки соли. Но самое важное, это то, что раствор должен быть не холодным, а горячим. Не кипятком, потому что можно и кипятком, тогда вообще будет быстро. Но тогда они теряют свой зелёный цвет и немного свариваются. А именно горячей водой. Чтобы горячая вода быстро вот в эти кончики в обрезанные поступила в огурцы. И ещё, для того, вот в этом рецепте я использую, для того, чтобы быстро-быстро они посолились, я все огурцы вот так делаю, немного проколы вилкой. С одной стороны, с другой. И вот за счёт этих проколов получается вот ультра-скороспелый вот этот метод. Дальше. Ну, как всегда, сорвали огурцы, помыли их, с двух сторон обрезали, уложили. На дно я кладу лист хрена, а сверху, уже сверху, всё это вот так вот, закрываю чесночок и закрываю зонтиком укропа. Всё, зонтик кладу. Укроп можно молодую зелень, можно зонтик, можно вот эти, ну как, ну сами листики. Всё, сейчас я закрою капроновой крышкой и поставлю на ночь, завтра утром встанем и мы будем кушать. Огурцы, они ещё остаются свежими, но они вот через эти проколы уже туда поступил вот этот весь рассол с чесноком, с укропом. Немного они будут, они не будут солёные, они будут вот чуть-чуть солоноватые, хрустящие, с запахом укропа, с запахом чеснока. Аромат неимоверный. И это огурцы, они, некоторые не едят солёные огурцы из-за того, что, ну как, у кого-то не позволяет здоровье, а кто-то вообще солёную пищу не любит. Вот я люблю именно вот такие, немного, чуть-чуть подсоленные, вот одну ночь они постоят, попробуйте. Это очень вкусно. Хрустящие, малосольные, ароматные, чеснок, укроп, запах хрена, какую-то нотку вот такую вот пикантности придает. Очень вкусно. На литровую банку, даже в самые ранние сроки, у каждого найдётся 3-4 огурчика. Если будете засаливать в трёхлитровой банке, не забудьте, что вниз нужно класть большие огурцы, а сверху маленькие, потому что маленькие они засаливаются быстрее, вы их скушаете в первую очередь, а потом, пока дойдёте до нижнего слоя, к этому времени уже засолятся и крупные огурцы. Если вы будете соблюдать вот эти все нюансы, что, как ложить, каким рассолом заливать, как готовить, надо обязательно вот что, кончики обрезать, натыкивать их, вы без труда получите вот по этому рецепту, малосолёные, хрустящие, такие вкусные огурцы, и они не теряют своих полезных свойств. До свидания! Теперь всё, что я буду делать, заготавливать, я буду выкладывать у себя на страницу. Я много-много лет всё это писала, все эти заготовки какие, что я делаю. За длинную свою жизнь я собрала много-много заготовки на зиму, всяких рецептов, и кобры, и аджики, и помидоры пальчики оближешь, и заправки. Я всё, что буду в этом году делать, буду выкладывать рецепты. Молодые хозяйки, учитесь, кормите своих мужчин, детей. Это очень важно. Всё, что вырастить, нужно обязательно заготовить и переработать, применить. Ничего нельзя выбрасывать. Дары природы используйте. Заходите ко мне на страницу в Одноклассниках. Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край. До свидания! Начинаем солить огурцы.